Уроки по изучению Библии и прочие, возвратившиеся из плена, освящение этого Дома Божьего с радостью. Вы когда-нибудь испытывали трудности в завершении начатого вами проекта? Возможно, у вас появились непредвиденные затруднения? Возможно, вам начали препятствовать? Возможно, вы просто промедлили? Какой бы ни была причина, работа осталась незаконченной. Наконец, вы снова взялись за эту работу, решили все проблемы и завершили проект. Какое замечательное чувство! Помню, я так себя чувствовал, когда получил ученую степень, и еще когда закончил писать полномасштабную пьесу. Тогда вы наверняка можете себе представить, что должны были чувствовать иудеи, когда они после 15-летней задержки завершили строительство храма. Их чувства нашли свое отражение в их действиях по окончании строительства. Мы читаем в 6 главе 15 и 16 стихе «И окончен дом этот к третьему дню месяца Адар в шестой год царствования царя Адария. И совершили сыны Израилевы священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение этого дома Божьего с радостью. Они праздновали победу, победу, наконец-то, после стольких лет поражения и разочарования иудеи, наконец, одержали победу. Храм был восстановлен. Как это произошло? Как было завершено строительство храма? Ответив на эти вопросы, мы лучше сможем понять, как Бог может дать нам победу сегодня. Прежде чем определить, как была одержана победа, давайте восстановим в памяти факты. В конце главы пятой иудеи продолжали строительство храма, одновременно ожидая ответа на послание правителей иудеи Дарию, персидскому царю. Они утверждали, что много лет назад царь Кир дал им разрешение восстановить храм. Правители области в своем письме Дарию предложили провести расследование, чтобы установить, говорят ли они правду. Так сказано в пятой главе, семнадцатом стихе. В начале главы шестой Дарий отдает приказ о проведении такого расследования. Мы читаем в первом стихе, «Тогда царь Дарий дал повеление и разыскивали в Вавилоне, в книгохранилище, куда полагали сокровища. В результате поисков был найден свиток, подтвердивший слова иудеев». Стихи со второго по пятый. Тогда Дарий написал правителям той области, чтобы они разрешили иудеям продолжить строительство храма. Он приказал выдать из царской сокровищницы средства на восстановление храма, как об этом изначально повелел Кир. Читаем мы с шестого по восьмой стихи. Более того, он приказал правителям выдавать иудеям все необходимое для ежедневных жертвоприношений в храме. Стихи девятый и десятый. В заключение, он проклял всякого человека, царя или народ, который попытался бы нарушить или изменить его указ или бы разрушил этот храм. Одиннадцатый и двенадцатый стихи. Правители той области, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. Стих тринадцатый. И через долгих пятнадцать лет храм, наконец, был отстроен. Что привело к успешному завершению работы? Можно назвать, по крайней мере, четыре значимых фактора. Очевидно, сыграла важную роль деятельность пророков. Именно им автор книги Ездры ставит в заслугу завершение этого проекта. В четырнадцатом стихе мы читаем «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея Пророка и Захарии, сына Адды». Их успех вызывает интерес. Гораздо чаще ветхозаветным пророкам не удавалось убедить народ Божий покаяться. Вспомните Иеремию или Амоса или Михея. Ни один из этих пророков не вызвал значительных перемен в Израиле. Если бы мы искали преуспевающего проповедника, такого, который обратил сотни или тысячи, и который с успехом проповедовал большим и растущим церквам, мы бы не стали приглашать людей с такими послужными списками. А вот Аггей и Захария осуществили то, что намеревались сделать. Они были среди немногих преуспевающих пророков в Ветхом Завете, если говорить о происшедших переменах в Божьем народе. Однако их успех и заслуга в завершении строительства храма, которую автор приписывает их деятельности, напоминают нам о силе пророка и силе его небогодухновенного современного коллеги, проповедника. Сам по себе проповедник не может многого достичь в общине. С другой стороны, вряд ли в общине многое будет сделано, если проповедник против этого или он неумело работает. Работа была завершена также благодаря содействию и помощи персидских царей. В стихе 14 во второй части говорится «И построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей персидских». В книге Ездры и Кир, и Дарий показаны в хорошем свете. Кир позволил иудеям возвратиться. Он повелел, чтобы был построен храм, и чтобы для этой цели были использованы государственные деньги. К тому же он возвратил иудеям сосуды, которые были вывезены из храма. Дарий справедливо обошелся с иудеями. Он не вынес поспешного решения, когда ему сообщили о строительных работах. Вместо этого, когда Дарий узнал об указе Кира, он справедливо распорядился, чтобы этот указ был выполнен и даже вышел за рамки повеления Кира, потребовав, чтобы иудеям выдавали все необходимое для ежедневных жертвоприношений. Кроме того, Кир и Дарий с уважением говорили о Боге Израиля. Смотрите 1 глава 2 стих и 6 глава 10 и 12 стихи. Все это должно снова напомнить нам о том, что Бог может использовать и использует земных правителей и земные правительства для исполнения своей воли. Без участия Бога царства не возвышаются и не приходят в упадок. Он должен хотя бы только пожелать, чтобы произошли определенные события в светском и политическом мире, иначе они не произойдут. Таким образом, мы должны помнить, что любое конкретное правительство на самом деле может быть поставлено Богом, преследующим свои цели. Третьим фактором, участвующим в завершении храма, был сам Бог. Посмотрите еще раз на стих 14, вторую его часть. В нем говорится, что народ окончил строительство благодаря указам персидских царей. Тем не менее, автор поставил на первое место то, что и должно быть на первом месте. Храм был построен потому, что этого хотел Бог. Бог повелел, и его повеление стало самой главной причиной завершения этого строительства. Можно спросить, если Бог хотел, чтобы храм был восстановлен, тогда почему он не ускорил проведение работ? Почему он ждал и позволил иудеям ждать 15 лет окончания строительства, если сам хотел его завершения? На этот вопрос следует отвечать на двух уровнях. Сперва на него нужно ответить на человеческом уровне. С точки зрения людей, ответ находится в последовательности событий. Во-первых, иудеи начали работу, затем возникло противодействие, далее иудеями овладели страх и уныние, и они прекратили работу, и затем, как указал Агей, они настолько погрузились в собственные дела и заботы, что забыли о Божьей работе. Судя по словам Захарии, они, должно быть, даже начали сомневаться в своей способности вообще чего-либо достигнуть, потому что были слишком малы и незначительны. Так, из-за слабости и несовершенства иудеев, работа остановилась более чем на 10 лет. Это реалистичный и правильный ответ. Однако есть еще один ответ. На этот вопрос также нужно отвечать и на божественном уровне. То есть, почему Бог позволил всем этим событиям произойти, если Он хотел, чтобы храм был восстановлен? Прежде всего, разве не мог Бог, Господь, надо всем, не допустить появления противодействия? Если для возобновления работы народу нужны были пророки, почему тогда Бог не послал этих пророков десятью годами ранее? Как нам отвечать на подобные вопросы? Откровенно говоря, первым ответом на наш вопрос должно быть «мы не знаем». Никто не может знать в точности, почему Бог поступает и действует тем или иным образом. «Пути Господни – не пути человеческие. Мы не можем знать мыслей Божьих». Второй ответ, однако, может быть таким. По той или иной причине Бог посчитал правильным позволить иудеям отложить завершение строительства храма. Что достигалось благодаря такой задержке? Ожидание могло их чему-то научить. Их вялость и бездеятельность в то время подготовили почву для проповедей Агея и Захарии. Это сделало уроки пророков необходимыми, а также придало их проповедям больше веса, больше значимости. Мы учимся на своих поражениях так же, как и на своих успехах. Возможно, с задержкой достигалось нечто большее. Дарий оказался еще щедрее, чем Кир. Кир позволил иудеям возвратиться, вернул им сосуды, украденные вавилонянами при разрушении храма, и разрешил остальным помогать им добровольными пожертвованиями. Первая глава с третьего по одиннадцатой стихи книги Ездры. Сравните это с щедростью Дария, который, во-первых, постановил, что строительные работы должны быть оплачиваемы из царской казны. Во-вторых, царские чиновники в Иерусалиме должны были предоставлять все необходимое для ежедневных жертвоприношений. В-третьих, всякого, не выполнившего указаний Дария в отношении иудеев и их храма ждало суровое наказание. Другими словами, Дарий лично предоставил средства на строительство храма и регулярные жертвоприношения. Возможно, Бог допустил задержку в завершении строительства, чтобы создать более благоприятные условия для иудеев. Если бы они завершили строительство раньше, они бы не получили такую помощь из царской казны. Временами в церкви или в нашей частной жизни наши планы не срабатывают, как мы рассчитывали. Наши проекты годами остаются незавершенными. Кажется, что все наши попытки что-то сделать заканчиваются неудачей, тогда как преимущества оказываются у наших противников. Другими словами, мы оказываемся в обескураживающей ситуации, сходной с той, в которой оказались иудеи. Разве нельзя воодушевиться опытом иудеев в дни ездры? Они были отовсюду притесняемы, но не стеснены, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаивались, как сказано во втором послании к Коринфянам, 4 глава, стих 8. С Божьей помощью они все преодолели и одержали победу. Оказалось, что задержка в завершении строительства принесла им выгоду. То, что казалось злом, оказалось добром, напоминая нам, что Бог иногда действует и таким образом. Вспомним, что записано в послании к римлянам, 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Завершение строительства храма потребовало со стороны иудеев определенных усилий. Это они прекратили работу. Когда же строительство возобновилось, им и было снова приниматься за работу. Так текст рассказывает нам, что и старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ады, и построили и окончили, говорится в 14 стихе. Пророкам сопутствовал успех, но им были нужны те, кто бы услышал их и внял им. Персидский царь повелел, чтобы храм был восстановлен, но народ должен был захотеть повиноваться ему. Бог в своем проведении организовал работу, но люди тоже должны были приложить к этому свое старание. Мы не можем сидеть сложа руки и надеяться, что наша незаконченная работа будет завершена. Успех не приходит только потому, что проповедник проповедует на определенную тему или даже потому, что Бог хочет, чтобы задача была выполнена. Бог действует в мире через свой народ. И если этот народ не захочет быть твердым, непоколебимым, всегда преуспевать в деле Господнем, 1 Коринфянам 15, 58, тогда возможно, что работа, выполнение которой хочет Бог, останется незавершенной. Наша роль в Божьем замысле состоит в том, чтобы мы оставались верными Его делу, проявляли настойчивость в выполнении того, что мы считаем Его волей, продолжали выполнять Его работу. Может случиться так, что, несмотря на все наши старания, мы временно потерпим поражение, будем не способны в данную минуту завершить дело. Когда такое происходит, нам стоит вспомнить историю об Иудеях, восстановленном храме и об их победе. Нам следует проявлять терпение, помня, что Бог не связан нашими расчетами и нашими представлениями о времени, и нам нужно продолжать наши попытки. Как долго? Когда знаменитого боксера-чемпиона в тяжелом весе спросили о секрете его успеха, он ответил, «Сражайтесь еще один раунд». Именно это мы всегда должны быть готовы делать, сражаться еще один раунд, никогда не сдаваться. Мы верим, что в конечном счете Бог даст нам победу. Когда Он это сделает, наш успех будет не сомненнее и благословение обильнее, чем когда мы достигли успеха с первой попытки. Затем, когда мы таки одержим эту победу, мы сможем сделать то, что сделали иудеи, отпраздновать. Мы восхвалим Бога и возблагодарим Его за то, что Он проявил великодушие, послав нам победу. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok